Слава Иисусу! Благодарю Бога за все, что мы имеем от Бога. Бог что-то необычайное совершает в нашей церкви, и вы многие этому свидетели. Я уже говорил, мы на пути к пробуждению, и каждый должен настроить свое сердце и быть готовым к тому, что будет делать и делает Бог. Кто был в среду и слушал проповедника, гостя, сегодня будет продолжение этих тем и жизненно важных вопросов, которые волнуют каждого из нас. Итак, братья и сестры, я сегодня хочу проповедовать на тему, что такое истинное христианство. Вы хотите это узнать, услышать? Во всяком случае, знаете, правда вот, нам очень хочется, чтобы люди, которые окружают нас, были истинами христиан. Правда хочется? Чтобы не было никакой фальши, обмана в них. Ну, скажите, правда или нет? Очень хочется. Вот как-то до себя не доходит время или сил не хватает. А вот окружающее, вот как видишь, какую-то там подделку, или там, ну, когда человек желаемый задействительно выдает. Правда бывает такое? Это, в принципе, никого не привлекает и не вдохновляет. Если уже быть, то быть. По сути, по-настоящему. Правда? Есть у кого-нибудь у нас в церкви последний айфон, там, седьмой? Есть у кого-нибудь? Поднимите руку, не бойтесь. Есть пару человек там. Остальные постеснялись. Но я хочу что сказать вам? Что если у вас даже последний айфон, и он не заряжен. Он вам практически не поможет. И он никому не нужен. Вот что значит истинное христианство. Это тот человек, который не просто называется христианством, он заряжен внутри. В нем горит огонь. В нем присутствует благодать. Он отображает в жизни Иисуса Христа и притягивает, как магнит, к себе другим. Других. Скажите слава Богу. Итак, что такое истинное христианство? Первое, это не эмоции. То есть, это не только эмоции. Эмоции это неплохо. Но это не только эмоции. Ну, правда бывает тут много шума из ничего. Правда бывает? Я был в таких собраниях. Хочу сказать вам, можно зажигать себя, бегать, прыгать с флагами там и без флагов. Иногда люди это делают часами, уже потом выдохлись. Но сколько эмоций! И я хочу сказать, что можно таким путем идти, а можно искать Божьего огня и Божьей силы. И движение, и юмор, к сожалению, нам мало поможет. Кто-то смотрит на себя, например, и думает, что наделся круто или ведет себя круто. Ну, такое бывает. Это, я хочу сказать, это не ценность. Это проблема, когда мы думаем, что мы что-то значим. Запомните, наша вера должна основываться в первую очередь на основании Слова Божия. Аминь! Поэтому христианство это не только эмоции. Следующее христианство это неразвлечения. Молодежь, когда решает куда-нибудь ехать или не ехать, пусть это будет даже конференция, иногда спрашивают, а фан-то будет? Говорит, если будет, едем. Если будет, едем. Но я хочу вам сказать очень искренне, то, что вы уже слышали от меня, кто ищет фана и этим живет, вы должны знать, что вас ожидает в будущем. А что такое человек ожидает? Фан-фан, а потом профан. профан в учебе, профан в работе, профан в жизни. Это ужасно. Вы здесь запомните, сколько человека не развлекай, всегда будет мало. и послушайте, что говорит на Библии на этот счет. Говорю, это для вашей же пользы, не с тем, чтобы наложить на вас узы, но чтобы вы благочинно и непрестанно служили Господу без развлечения. Благочинно и непрестанно служили Богу как? Без развлечения. Скажу очень искренне, что Библия говорит, что высот земли, правда или нет? Но очень когда в моде кто-то из вас любит конфеты, очень трудно быть солью, еще раз повторяю, когда в моде сладкая жизнь. Запомните, развлечение, а это будет в церквях вселяться все больше и больше, юмор и не только это. Оно может отвлечь человека на время от проблем, но это не решает проблему. Но есть новая жизнь в Иисусе Христе. Аллилуйя! Сегодня биссионерское движение распространяется по всему миру. И в этом есть необходимость, нужда, и это хорошее дело. Но есть еще нужда в другом биссионерстве, чтобы люди видели в нас Христа. чтобы мы своей жизнью отображали Бога. Поэтому я еще раз повторяю, истинное христианство это не развлечение. Продолжаем дальше. Что такое истинное христианство? это не обещание чего-то хорошего и не требование, но переживание Бога и Его что? Благодать. Я не знаю, как вам, но мне нравится, когда Бог действует через Слово Свое, через духовные дары. когда Бог действует и совершает чудеса, исцеление и так дальше, это огромное благословение для отдельного человека и для церкви. Но мне не очень нравится, когда люди подделывают что-то сверхъестественное, чтобы расположить к себе аудиторию или зал или собрать побольше денег. Я не знаю, насколько это вам знакомо, но, к сожалению, это тоже есть. Вы же запомните, если наша душа не подкрепляется и не упражняется в молитве, то она со временем становится слабой, беспокойной, и недовольной, но есть новая жизнь в Иисусе Христе. Аминь! Запомните для себя, вера наша это в первую очередь то, что выходит из тебя, какой ты человек. Я не знаю, у вас много веры или мало, вы можете проверить, это небольшой тест. что выходит из вас, когда вас придавили, когда ваши пути или обстоятельства сужаются, когда вас просто элементарно обидели, что происходит в твоей душе? бывает, так вот, ну, не поздравили с днем рождения, человек 50 лет верующий, все, все, обида, забыли, я говорю важные истины, я в это верю, друзья мои, пока мы не поменяемся внутри, пока наша жизнь не будет полной плодов духа, это не даст нам желаемого результата, это не то, что ожидает от нас Христос? Что выходит из меня внутри? Это говорит о моей вере в Бога, о моем христианстве, о моем настоящем и моем будущем. Я искренне желаю, чтобы всех нас обильно благословил Бог. Вы не против? христианстве, поэтому запомните, есть такое потребительское христианство, а есть живое и истинное. Можно молиться по утрам больше или меньше, можно молиться так, Боже, благослови мой день, мою работу, моих детей, мою семью, и это будет правильно, просто выдал заказ, а ты, Господи, работай, а можно молиться ради общения. Именно это меняет тебя внутри. Больше то, когда ты имеешь Бога, ты имеешь все. Аллилуйя! Слава Иисусу Христу! Я вас вдохновляю так жить. Итак, я продолжаю, что такое истинное христианство? Это не называться христианином, но быть. То есть быть не только внешне похожим на христианин, но быть христианином внутри. Не называться, но быть. название ничего не меняет, если нет сути, если нет этой благословенной жизни. Поэтому смотрите, как написано. Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божьими. Что это значит? Запомните это. Бог внимательно наблюдает за тайной вашей жизнью. Как вы ведете себя, что вы говорите, что вы делаете, когда вас никто не видит? вы для себя можете сказать, что какой я дома, такой я в церкви, какой я в церкви, такой на работе. Если же нет, то пора уже не называться, но что написано? Быть. не называться, но быть. Христиане очень интересны тем, что они стремятся все делать правильно. Я один пример приведу. Мы заканчиваем собрание правильно. Как это правильно закончить собрание? Я просто вам напомню, может быть, кто-то забыл, благодать Господа нашего Иисуса Христа, любовь Бога Отца и общение Святого Духа да будет приводить с нами вечно. Аминь. Я еще собрание заканчиваю, проповедь тоже. Но я хочу вам что-то важное сказать. Попробуй не закончить. В некоторых церквях это будет большое преступление, правильно не закончить. Но у кто общается со Святым Духом до следующего собрания? Вы поняли мой вопрос? Я иду домой, но у меня остается что-то важное, что я сказал вслух небес. Общение со Святым Духом! О, как не хватает сегодня вот это общение и как хочется чтобы Бог нам в этом благословил нас и помог. Я еще раз повторяю, запомните, что истинная вера, если она в человека есть, она познается по плоду. А вы скажете, какой плод? Это любовь, это радость, это мир, это святая жизнь. Это и есть настоящее что? Христианство. Поэтому христиане это те люди, на которых смотрит мир. И очень часто люди, которые вас окружают, смотря на вашу христианскую жизнь, это единственная Библия, которую они читают. не называться, но что? Быть. Это не стажем определяется, а тем, что из тебя выходит. Не тогда, когда ты приходишь в церковь и сюда приходишь петь, а тогда, когда все идет против тебя, а ты говоришь, жив Господь, и я буду жить и служить благословением для других, да будет имя Бога благословенно во веки веков Аллилуйя. Что такое истинное христианство? Это не посещение церкви, но это служение. когда вы будете выходить из этого здания, когда-то у нас в одном из зданий было написано на выходе, чем ты сегодня послужил другим? Я говорю серьезные вещи, мы идем в церковь, мы говорим, мы идем на служение, когда оно заканчивается, возникает вопрос, чем ты сегодня послужил другим? люди, которые рядом возле тебя, они нуждаются в твоем слове утешения, помощи, поддержки, укреплений, правда бывает такое? Господи, используй нас там, где хочешь этого ты. Используй, Господи, для твоей славы. мы никогда просто не узнаем, что происходит в душе человека, который сидит рядом возле тебя, но мы можем сделать что-то важное, чтобы этому человеку стало лучше и теплее. Аллилуйя! Когда светит вас свет перед людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославили Отца вашего небесного, то есть что люди желают видеть в нас? Добрые дела. Это сильное послание для церкви сегодня и это призыв Божий лично к тебе. Какая моя мера веры? Какая моя вера? Все измеряется делами. Вера без дел мертва. Будьте благословенны и будьте христианами не на словах но на деле. Пришло Богу время действовать. Пришло время Бога прославить. Не на словах но на деле. Господь наш грядет в славе и силе и он желает благословлять свой народ. Итак, еще несколько слов, что такое истинное христианство. христианская жизнь это строительство, это духовная война, это посевь и жатва, это наше путешествие и это наш бег. Итак, всякого, кто слушает слова и не исполняет их, уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой, что? на камне. То есть все определяет не декорация, не то, как ты выглядишь внешне, а все определяет то, что происходит в тебе внутри, то есть наше основание. И Библия говорит, смотри, как ты строишь. Если твое основание правильное, то запомни, Бог не обещает тебе тихую, спокойную жизнь, потому что ты построил дом на камне. Но он говорит, придут ветры и бури, будет много проблем и воды, но тот дом, который построен на камне, он что? Он стоит. То есть из сердца этого человека что будет выходить? Не раздражение, а спокойствие и мир. Вот что такое подлинное христианство. Аллилуйя! Аллилуйя! если вас что-то раздражает или кто-то обижает, это не они виноваты, они за себя ответят. Но обрати внимание, что происходит в твоей душе. Нашу жизнь желает изменить Христос. Наше христианство должно быть каким? Подлинным. И запомните, все, что драгоценно, люди пытаются подделывать как никогда. Чтобы выгодно продать, чтобы хорошо выглядеть. Но радости вот этого тебе будет мало и окружающим. Вид ничего не решает. важно правильное основание и суть. И последнее, седьмое, что такое истинное христианство? Это посвящение, это общение, это жертвенное служение, это новая жизнь. Скажите аминь. Это новая жизнь. Повторите. Послушайте, что говорит Библия. Не знаете ли, что бегущая на ресталище бегут все, но один получает награду. Так бегите, чтобы получить. То есть, в чем наше призвание бежать и побеждать? Бежать не ради бега, бежать не потому, что другие бегут, бежать не просто, чтобы бить воздух, а что? Бежать ради победы. А где нет победы, там нет радости. А где нет радости, там нет жизни. Но есть новая жизнь в Иисусе Христе. Аллилуйя. Скажу искренне, братья и сестры, мы иногда проигрываем, но надо подниматься и бежать дальше. Вы меня слышите? больше, скажу, мы иногда побеждаем, но не надо расслабляться или упиваться победой. Причем мы не просто бежим какую-то дистанцию короткую, 100, там, 200 метров, у нас марафон. Вы меня слышите? этот бег проходит или должен проходить через всю нашу жизнь. И важно рассчитать силы, важно добежать, важно не останавливаться, не оглядываться на полпути, а чтобы это было возможно, надо упражнения, надо тренировки, надо усилие, надо жертва. Братья и сестры, пришло время встать, подняться и бежать во имя Иисуса. Вы не против? Запомните, что наши победы это результат нашей жажды, наших усилий и тренировок. Победа просто так не приходит. Мы должны быть готовы уплатить цену, а это значит, мы не имеем права расслабляться или стоять на месте, но бежать, бежать и бежать. И я хочу вам искренне сказать, послушайте меня внимательно, если вы будете готовы платить цену, ваше христианство будет другим, и оно будет иметь влияние на других и вес. Влияние и вес. Это очень серьезно, братья и сестры, какое мое влияние? Что я имею от Иисуса Христа? О, Господи, помоги нам так жить. Правда есть в том, что нам хочется получать все быстро и легко, но так, я скажу вам честно, не всегда бывает. Но если мы готовы платить цену, запомните, Бог посетит вас и благословит. Аминь! Поэтому я хочу сказать, что есть легкое христианство, а есть посвященное, серьезное и живое. Вы скажите, что это такое? Вот, например, вы встретили человека, который унывает. Вы будете подойти и сказать, я помолюсь за тебя и изгнать дух уныния. И он ушел, человек возрадовался, вы пошли домой, потратили пять минут, но на следующий день этот человек снова встретился с проблемами сложными и снова заунывал. И можно в следующий день изгонять дух уныния. Это легко. Но есть другое христианство, когда ты молишься, молишься до тех пор, пока Бог не успокоит тебя. То есть Бог не всегда отвечает так, как ты просишь, но Он всегда отвечает покоем и миром. Я говорю то, что я знаю, я говорю то, что я переживаю, но это усилие надо. это не один день работы. И поэтому многие этим путем не идут, они избирают легкие пути, как получить быстро и все сразу. Но у Бога есть план на твою жизнь. Так или нет? У Бога есть план на твою жизнь, и Он хочет что-то важное дать тебе. Это свое благословение и мир. Запомните, что всем нам нужен Христос. И если вы можете потерять многое, но если вы имеете Иисуса, вы не потеряли ничего. Скажите слава Богу! Говорю вам с практической жизни. Я сейчас лечусь, езжу на лечение в Ирландо и просто по дороге мы с Олей едем, много молимся. И вот значит, когда я молюсь, я молюсь пока моя молитва не перейдет в песню. потом я начинаю петь. Приходит радость, покой, а потом Бог открывает мне слово. И я начинаю писать, записал тему, снова молюсь, снова начинаю петь, снова пишу тему. И то, что вы сейчас слышите, это то, что родилось в дороге. Тракисты, вы еще здесь? Вы часто бываете в дороге? Используйте это время для общения с живым Богом. Я здесь, чтобы сказать вам, что есть новая жизнь в Иисусе Христе, но у нас должно время быть для Иисуса. И потом, когда Бог тебя успокоил, послушайте меня внимательно, когда пришел мир в твое сердце, дальше, завтра могут быть новые атаки и раздражения, но когда ты имеешь это внутри, это на тебя не влияет. И это дать человеку только Бог. Слава Иисусу! Вы готовы все это принять? Я здесь, чтобы сказать, запомните, огонь приходит на жертву. Если вы хотите общаться с Богом, запомните, огонь приходит на жертву. И невозможно любить и не жертвовать. еще запомните, все, что человек получает без жажды, он обычно этим не живет и это не ценит. Вы здесь Аллилуйя. Иногда наши нужды, желания не исполняются, потому что они не оплачены, то есть не было никакой жертвы, не было должного посвящения, но есть новая жизнь в Иисусе Христе. И я всех вас призываю на молитву. На молитву не ради молитвы. И я не говорю о той молитве, когда вы говорите Богу перечень своих просьб и нужд. я говорю о молитве ради Бога, ради общения с живым Богом, ради изменения моей жизни, ради того, чтобы иметь влияние на других и вес. Я верю, что Бог подымет армию молитвенников здесь. И многие изменят свои отношения к молитве. А значит изменится твое отношение к жизни и к служению. Ты увидишь то, что может дать или сделать для тебя только Бог. Поэтому я вас вдохновляю так жить. Нет ничего лучшего на этой земле, как иметь Иисуса в сердце, общаться с ними, переживать Его. Скажите слава Богу. Поэтому если вы посвятите свою жизнь Христу, то новая жизнь, жизнь Иисуса Христа откроется в вашей жизни. И я вдохновляю вас так жить. Поймите, что как прекрасно, например, встречаться с теми людьми, после общения с которыми открывается второе дыхание. Тебе хочется жить, хочется жить, подражая Ему. О, какая сегодня в этом есть величайшая нужда. Если вы имеете такого человека в окружении, я хочу вам искренне сказать, что вы блаженны. Я хочу вам сказать, когда открывается второе дыхание, оно открывается, когда вы исчерпали себя полностью, а кто-то подошел и говорит, держись, держись, мы рядом, и тебе снова хочется бежать, бежать не ради бега, но ради победы, а во отче. Я говорю сегодня о молитве не ради молитвы, есть люди, которые не молятся или мало молятся, есть люди, которые привыкли молиться и отходя ко сну, и утром это нормально, в основном это заказы, и такое впечатление, что Христос это официант в ресторане, я пришел, сделал заказ и попробую не дать то, что я заказал, вот здесь, но он не официант в ресторане, он тот, который дает жизнь и жизнь с избытком, и когда человек имеет эту жизнь, он невольно будет этой жизнью делиться, он не сможет молчать, он будет сиять в своем лице, он будет отображать Божью славу в своей жизни, и все это результат общения, с кем поведешься, того и наберешься, и кто общается с живым Богом, тот живет христианской жизнью, не по названию, но по сути. Аллилуйя! Аллилуйя! Мы сейчас кратко помолимся, но если вы что-то услышали для себя, и хотите посвятить свою жизнь Иисусу, просто поднимите руку, мы за вас будем молиться, если вы хотите покаяться прямо сейчас, вы можете это сделать, потому что в нас покаяние без очереди. Давайте мы встанем для молитвы.